А быть первопроходцем – это всегда нести на себе какой-то риск? Я не знаю, как так получилось, что я учился в первой экспонентальной группе, которая готова из специалистов для разработки шельфовых месторождений. То есть вам сам Бог велел? Да, какая-то звезда, какой-то магнит меня тянул на Сахалин, хотя в то время я об этом даже не задумывался. Я помню, один мой коллега кипывается, протягивает мне свою бутылочку, я набираю, возвращаю, он не ходит, я говорю, так пахнет дизелем, дизельным топливом. Я говорю, так это естественно, да, это пока дизель. Я посоветовал своему коллеге подходить через 10-12 часов, когда уже, да, мы бы подняли дизельное топливо, и уже действительно пошла нефть из хвоста первые дни. Я просто влюблен в Сахалин. Сахалин стал мне домом. Здравствуйте, в эфире программа «Энергия слова». Меня зовут Елена Женченко. Как обычно, мы встречаемся в это время в аэропорту Южно-Сахалинска. В нашей импровизированной студии гостями нашего подкаста становятся известные жители Сахалинской области, которые внесли большой вклад в развитие нашего островного региона. И сегодня я рада представить Марата Резяпова, производственного директора компании «Сахалинская энергия». Марат Уралович, здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Взаимно. Марат Уралович, я знаю, что вы стояли у истоков добычи нефти на Сахалине. Первая добывающая водная, морская платформа «Малекпак». Вы работали на ней. Расскажите, пожалуйста, как это было? Какие вы испытывали эмоции? Ведь такая платформа впервые появилась, и вы были первопроходцем. А быть первопроходцем – это всегда нести на себе какой-то риск и какую-то ответственность. Да, действительно, в 1999 году, когда я устроился в компанию «Сахалинская энергия» на проект «Сахалин-2», оператором по добыче нефти на платформу «Малекпак», которая в этот момент уже была установлена на шельфе Сахалина, прибыв на эту платформу, до этого, проработав на наземных месторождениях Севера Сахалина, был большой опыт, трехлетний опыт после окончания университета нефтегазового, то как производство было организовано на наземных объектах в то время Севера Сахалина, и попав на первую, действительно, и не только на Сахалине, но и в России, добывающую ледостойкую платформу «Малекпак», я ощутил большую-большую разницу, большой диссонанс. Во-первых, сам дизайн платформ, он отличается от того, как инфраструктура выстраивается на наземных объектах, где достаточно пространства. Здесь каждый сантиметр пространства, он тщательно продумывается дизайнерами, инженерами в момент подготовки проекта, в момент реализации. Поэтому первое, что я ощутил, это очень небольшое пространство, так скажем, где компактно размещаются все необходимые технологические объекты, модули, также модули для проживания людей, офисные помещения, помещения для оборудования, для поддержания жизнедеятельности, платформы. Поэтому первое, что бросилось в глаза, это действительно, как все построено. Не страшно ли было вообще начинать там работу, неизведанное для всех технологическое оборудование? Когда я учился в университете, в Ефимовском государственном нефтяном техническом университете, не знаю, как так получилось, что я учился в первой экспонентальной группе, которая готовилась специалистов для разработки шельфовых месторождений. То есть вам сам Бог велел? Да, какая-то звезда, какой-то магнит меня тянул на Сахалин, хотя в то время я об этом даже не задумывался. Я вырос в семье нефтяника и учителя, такой на то время достаточно распространенный микс на моей родине. Я сам из Башкирии, с Урала. И, если честно, даже не думал о том, чтобы поехать после университета работать куда-то еще, как не вернуться домой к себе в город нефтяников. Но на последнем курсе, когда уже были защищены все дипломы, получены дипломы, к нам приехали покупатели, так называемые. В то время здесь на Сахалине работала компания «Роснефтсахалинморнефтегаз» и ее подразделение. И поэтому приехали представители, рассказали о перспективах работы на Сахалине, что шельфовые месторождения в проекте, что иностранные компании. Ну и все, что с этим связано. Поэтому, если говорить о том, было ли это для меня сюрпризом, в ходе обучения мы изучали разработку шельфовых месторождений, объекты разработки шельфовых месторождений. И ту информацию, которую мы получили от представителей, которые приехали в университет, то, в принципе, мы были готовы к этому. Но даже, да, будучи готовым, приехав на нее, конечно, здесь была большая разница, как я уже сказал, и в том, как организована работа, как организован день, как организованы вахты, как организовано взаимодействие на объекте. На морском объекте здесь нет только четких роль, связанных с производством. Опять же, на том пространстве, то удаление 15 километров от берега, у каждого на объекте есть несколько ролей, которые связаны с его непосредственной деятельностью, но и с вопросами безопасности, вопросами готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации. Вы сами понимаете, с платформой по воде никуда не убежишь, поэтому здесь есть строгие расписания, строгие правила, строгие регламенты, как поведение, как и взаимодействие. Наша первая платформа, платформа Алипак, она была построена в 1984 году, как мобильная буровая для канадского шельфа, для моря Бафорта. Потом для нашего проекта она была куплена, модернизирована в Южной Корее из чисто буровой, уже буровую и производственную. Были установлены производственные модули, устья скважин, дополнительное оборудование. И уже такой модернизирован, она пришла и была установлена к нам, у нас на Сахалине. А вы помните свою первую добытую нефть на этой платформе? Как это было? Да, я почему-то вот этот день очень хорошо помню. Я стоял на устье скважины, регулируя поток со скважины. И мои коллеги, коллеги из других подразделений, электрики, механики, киповцы, понимая, что это первая шельфовая российская нефть, потянулись к устью скважины с бутылочками, с канистрами, для того, чтобы эту нефть набрать. Первую. Себе, как с винир. Конечно, конечно, на память. Я помню, один мой коллега киповец, протягивает мне свою бутылочку, я набираю, возвращаю. Он нефть, я говорю, так пахнет дизелем, дизельным топливом. Я говорю, так это естественно. Это пока дизель. Потому что для того, чтобы скважину запустить, чтобы хватило энергии пласта, эту продукцию поднять на поверхность, мы в стволе скважины облегчаем ту жидкость, которая находится, чтобы, опять же, энергии ствола было достаточно. Мы ее облегчаем, заменяв тяжелую фракцию, тяжелую жидкость на более легкую, чем и являлось это дизельное топливо. И я посоветовал своему коллеге подходить через 10-12 часов, когда мы бы подняли дизельное топливо и уже действительно пошла нефть из пласта первая. Вот эта история почему-то всю жизнь запомнилась. Вот 25 лет назад, чуть больше, вы переехали на Сахалин. Не пожалели ли о своем решении? Ни разу ли не хотелось вернуться назад домой, на родину? Да, на Сахалин я прибыл в 1996 году после окончания университета. И с этого момента я просто влюблен в Сахалин. Сахалин стал мне домом. Родина у меня осталась там, на Урале, в Башкирии. Но действительно, Сахалин для меня не только самый большой остров в России, но и самый красивый остров. Здесь есть все. И вот тоже, говоря про ценность нашего проекта, очень важно, что он находится именно на Сахалине. Сахалин очень богат. Очень богат своей ресурсной базой. И поэтому сейчас, говоря про наши юбилеи, 30 лет, 25 лет, 15 лет, понимая, насколько богат Сахалин, мы уверенно смотрим в будущее. Потому что здесь нефтяникам, газовикам, нефтегазовой промышленности большое будущее. И поэтому те технологии, тот опыт, который у нас есть, та команда, которая у нас есть, работа для нее здесь еще будут на года вперед. И мы будем еще праздновать и 50-летний юбилей, и 60-летний юбилей. И я очень в этом уверен. И я очень рад, я и моя семья, что мы живем в таком красивом месте, на самом лучшем, самом красивом острове России. Марат Уралович, вы в компании работаете уже 25 лет. Прошли путь от оператора по добыче нефти и сегодня производственный директор компании Сахалинской энергии. Насколько сегодня молодым вашим коллегам, сотрудникам реально добиться таких высот? Реально ли это? Или времена изменились? Ну, действительно, мне очень-очень повезло. Я очень благодарен проекту Сахалин-2. Я очень благодарен Сахалинской энергии, что она дала мне такую возможность. Те процессы, та экосистема, которая была создана годами, она действительно настроена на то, чтобы давать возможность сотрудникам, давать возможность любому воплотить максимально свой потенциал. Для этого есть все. Для этого есть коллеги, которые готовы помочь. Для этого есть специальные программы. Для этого есть возможность изучения не только теоретической базы, но и практической. Можно попробовать себя в разных направлениях и потом уже понять, чем действительно ты готов заниматься. Потому что мы знаем, что достичь высоких результатов можно только в том деле, которые нравятся. Поэтому Сахалинская энергия дает такую возможность. У нас такая возможность была. Мы эту базу, эти процессы, эту систему, эту структуру сохранили. Поэтому у любого, кто приходит к нам, кто работает у нас, такая возможность, конечно же, есть. И вот буквально в прошлом месяце у нас было такое хорошее событие, оно ежегодное событие, когда мы приветствуем новых, молодых, потенциальных людей, наших стажеров в программе. Меня попросили поприветствовать их. И я сказал, что я уверен, что через 15-20 лет среди вас тот человек, который будет стоять на моем месте и также будет приветствовать новых, новых, молодых сотрудников, работников, которые входят в нашу программу. Будь то стажерская программа, у нас есть хорошая, у нас есть также очень хорошая программа, градуатская. Это уже для выпускников университета. Стажерская для выпускников среднепрофессиональных, среднетехнических училищ. Марат Уралович, не могу не затронуть тему завода по производству жиженного природного газа. Вы наверняка помните, сколько разговоров, обсуждений было перед тем, как этот завод ввели в эксплуатацию, пока он строился. Сегодня это не просто важный производственный объект для Сахалинской области, Дальневосточного региона и страны. В целом это наша достопримечательность, когда мы встречаем друзей, кого-либо туристов на Сахалине с материка, обязательно кто-нибудь советует этому туристу, а поехали вечером посмотрим на завод СПГ. Что изменилось на протяжении этих лет там на заводе? Как-то изменилось производство, модернизировалось оборудование? Да, действительно. Когда мы говорим про свой проект, когда мы говорим про сахалинскую энергию, много в нашей истории, да, вот эти тезисы, начинаются со слов «первый». Как мы уже сказали, первая ледостойка платформы производственная, первая нефть, первые методы, метод бурения без выброса в море тоже. Мы были первые, которые ввели, построили и ввели это в эксплуатацию. И первый российский завод, крупнотоннажный завод по производству жиженого газа. Завод был выстроен по самым современным высокотехнологичным лекалам, так скажем, да. И что специфично для нашего завода, была выбрана технология двойного хладагента, которая именно подходит для условий Сахалина, где мы можем максимизировать эффективность, максимизировать продуктивность завода в режиме вот этих сезонных изменений температуры. И вот за эти 15 лет, если отвечаю на вас вопрос, а что изменилось, да, изменилась наша компетенция, наш опыт, наше умение управлять производством и управлять этим заводом на максимальном уровне безопасности, целостности и надежности. Наш проект, он известен, да, и в регионе, и в стране, и среди наших покупателей. Он имеет репутацию именно надежного поставщика. И это очень важно для наших покупателей, которые выстраивают свои планы. Что бы вы пожелали, могли сказать молодым инженерам, операторам по добыче нефти, которые только сегодня начинают свой путь? Кто еще не с нами, я хотел бы сказать, присоединяйтесь к нашей команде. Здесь очень, очень большой потенциал, очень большая возможность развиться как профессионалом. Я понимаю, что во всем спектре, во всех областях, начиная с офшорной добычи, продолжая с переработкой и транспортировкой, тут же завод по сжижению газа, поэтому молодым специалистам здесь очень большая возможность найти себя. Марат Уралович, я благодарю вас за интересную беседу, поздравляю вас и вашу компанию с этим значимым событием, 30-летием. Я уверена, что многое вы действительно уже добились, но самое главное, что самые большие открытия еще впереди. Спасибо вам и всего доброго. Большое спасибо. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Это был подкаст «Энергия слова». Меня зовут Елена Женченко. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Энергия слова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова